МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале Регион 29. С вами Артемий Завародин. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Деньги есть, а желания нет. Нерасторопность чиновников может оставить село Ленинского округа без телятника. Построен в городе на Неве, а служить будет Арктике. В первый рейс по Севморпути отправился новый ледокол Александр Санников. Жителям Великодского района больше не нужно ездить в Коряжму, чтобы сдать на права. В селе Ильинско-Подомское восстановлен автодром. Строительство школы, мусоросортировочного завода, переселение из аварийного жилья, развитие малого и среднего бизнеса. Эти темы обсуждались в Котласе во время поездки по югу области заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктора Иконникова. Елена Кермич подробнее. Одна из главных социальных задач для развития Котласа – возведение новой школы. Многие из действующих переполнены. На следующий учебный год набрано по шесть первых классов. Дети вынуждены учиться в две смены. У меня двое детей. Один ходит в первую смену, другой во вторую. И это очень неудобно. Я думаю, что появление новой школы решит эту проблему. К строительству нового учебного заведения Котлас готов давно. Выделено место, сделан проект, пройдена экспертиза. Осталось попасть в федеральную программу. Возможно, это произойдет уже в следующем году. Среди основных тем, поднимаемых на встречах населением – переселение из аварийного жилья. Действующий реестр Котлас закрыл еще в 2015-м. На очереди сегодня 80 ветхих деревяшек. Возведение мусоросортировочного завода. Вокруг этой темы на юге области сломано немало копий. Строительство данного завода включено в нашу региональную схему обращения с отходами. То есть уже на законодательном уровне. Помимо экологической задачи, мы решаем задачу как инвестпроект, создание новых рабочих мест. И самое главное – это современные способы переработки наших отходов. Планируется, что строительство мусоросортировочного завода в Котласе будет идти на условиях государственно-частного партнерства. Это одна из новых и действенных форм сотрудничества, власти и бизнеса. У нас сегодня большой проект запускается по созданию единого окна для малого бизнеса. Пока Архангельска, дальше мы будем это все расширять на всю область, на весь регион. Для того, чтобы все эти меры поддержки, которые сегодня в различных институтах предоставляются, и также на федеральном уровне, они все были по принципу одного окна представлены, и малый бизнес получал в максимально комфортных условиях. Задача по поддержке малого и среднего бизнеса поставлена на государственном уровне. В Архангельской области большой популярностью у предпринимателей пользуются микрозаймы. Полным сопровождением бизнес-проектов занимается корпорация развития. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29. Продолжаем. Госпошлина на выдачу загранпаспорта увеличится до 5000 рублей. Указ подписан президентом. Таким образом, повышение госпошлины составит 1500 рублей. Нововведения коснутся документов нового поколения с электронным носителем информации. Также законом повышается госпошлина за выдачу загранпаспорта для россиян младше 14 лет с 1500 до 2500 рублей. Платить по-новому начнем уже с 3 августа. В первый арктический рейс отправился новый ледокол Александр Санников. Он построен по заказу компании «Газпромнефть» на верфях Санкт-Петербурга. Основная задача многофункционального ледокольного судна – это сопровождение танкеров в районе Северного морского пути. Торжественный подъем флага – непременный ритуал военного флота. На гражданском судне эта церемония скорее дань морскому этикету, чем обязательное условие. Но работать новорожденному ледоколу Александр Санников на краю земли, на отгрузочном терминале ворота Арктики. А значит, военная дисциплина не помешает. Люди, которые в данном случае отбирались для экипажа – это люди-специалисты, которые имеют опыт на винтеролевых колонках, на зиподах. Специалисты есть специалисты. Там конкурс только за счет опыта, который приобретен. Сам Сергей Шолоков родом из Краснодара, но мороз в минус 15, а именно в таких условиях будет и готов работать ледокол, ему давно не страшно. Старший помощник капитана, как и весь экипаж, трудились на обоих полюсах. Так что Ямал им в радость. В целом на Ямале компания в ближайшие пять лет планирует инвестировать около 400 миллиардов рублей. То есть для нас этот регион является ключевым и по перспективам, и по вниманию, и по объему инвестиций. Для работы в Арктике «Газпромнефть» заказал три ледокола. Этот строили чуть меньше трех лет на верфях в Выборге. На сегодняшний день это самый технологичный дизельный ледокол в России. Автоматика энергообеспечения, передовая система маневрирования, современная радионавигация. Гораздо более российское судно, чем все предыдущие ледоколы, которые строила корпорация и Выборгский соустроительный завод. В нем больше российского контента. Здесь используются элементы электродвижения, которые произведены в России. Безусловно, российские материалы, металл, система навигации. Разработчики ледокола Александр Санников позаботились и об экологии за полярным кругом. Судно спроектировано по принципу нулевого сброса. То есть все отходы будут храниться на борту и утилизироваться на берегу. Санников стал первой ласточкой в нашей стране, где была установлена новейшая система автоматизированного управления. Его мощность составляет 22 мегаватта, что сопоставимо по ледопроходимости с атомными собратьями, которые работают на севере. Уникальные обводы корпуса. Судно не давит на лед, а разрезает как масло. При необходимости ледокол может развернуться на 360 градусов всего за минуту. Судно может работать в сплошном льду толщиной до двух метров. Именно такая обстановка между портом Сабета и районом мыса Каменной в Обской Губе, куда и отправится в ближайшие дни Александр Санников. Евгения Ханбекова, Владимир Рыбаков, Санкт-Петербург. А сейчас в Ненецкий округ нерасторопность чиновников может сорвать план по строительству телятника в селе Тельвиска. Новое сооружение будет рассчитано на 700 голов. Это позволит увеличить дойное стадо и производительность предприятия. Из бюджета региона в виде субсидий на возведение телятника выделено 30 миллионов рублей. Летний сезон уже подошел к середине, а деньги на счет Ненецкой агропромышленной компании до сих пор не поступили. Сегодня уже июль. Хотелось бы, чтобы ускорить принятие решения о перечислении этих средств. Понятно, что эти деньги сейчас нужны, они строятся. Глава региона Александр Цибульский потребовал ускорить процесс поступления средств. Вот давайте на будущее. Мы принимаем решение о выделении денег, мы все знаем. Мы заранее все это собираемся и проговорим. Почему мы сначала принимаем решение о выделении денег, а потом в течение месяца не можем порядок. Порядок перечисления субсидий. Ну, о чем? Ну, смешно. Я даже не знаю, как это комментировать, Михаил Михайлович. Вот сейчас строительный сезон закончится, мы что будем делать? Мы им говорим, ах, не успели, вот у нас деньги осталось. Будем забирать или оставлять у него на счетах 30 миллионов. Если телятника не будет, или рабочих мест не будет, компания работать не сможет. И какой смысл? Наши с вами поддержки. Решить вопрос чиновникам администрация округа поручена в трехдневный срок. Теперь жителям Велиготского района не нужно ездить в Коряжму, чтобы сдать на права. Благодаря поддержке губернатора в селе Ильинско-Подомское восстановлен старый автодром. На этом автодроме практический экзамен для получения водительского удостоверения проходили жители не только административного центра, но и близлежащих населенных пунктов Велиготского района. Два года назад его закрыли. Причина – несоответствие современным нормативам, применяемым к закрытым площадкам. Потребовалась срочная замена гравийного покрытия на асфальто-бетонное. Мы стали изыскивать средства и обратились к губернатору при тесной поддержке нашей администрации муниципального образования Велиготский район. И губернатор откликнулся на нашу просьбу. Из резервного фонда губернатора индустриальному техникуму, который содержит автодром, было выделено 2 миллиона 900 тысяч рублей. На сегодня асфальто-бетонное покрытие уложено. Сейчас завершаются работы по благоустройству площадки. Осталось нанести разметку, установить ограждения и дорожные знаки. Лена Староверова готовится ко второй операции. Первая прошла успешно. Напомним, девочка родилась с редкой патологией. У нее отсутствовали ушные раковины. Благодаря помощи северян удалось собрать деньги для операции. Четыре месяца назад в американской клинике Лене сделали одно ухо и слуховой проход. Все прошло успешно. Сразу, как только Лена очнулась от наркоза, она стала слышать. Я очень рада, что я дождалась того момента. Слух чуть-чуть погромче. Слышать себя нормально стало. Ушная раковина Лены Староверовой выглядит натурально, как у всех. Девочка об этом давно мечтала. Были некоторые сложности, но это в силу физиологического лениного строения. Но сейчас все уже хорошо. По-прежнему одеваем внешний молк, но чтобы спать, защищать ушко. Уже врачи все отменили капли, мази. 21 июля Лена отправится на вторую операцию. Заключительную ей сделают второе ушко. Это стало возможным благодаря помощи неравнодушных людей. Поддерживает семью и архангельский ЦБК. Предприятие вновь оплатило перелет в Америку и проживание там. Такие новости к этому часу. О развитии событий в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова